Всем посёлок наш знакомый, что на Фряновской земле возведём свой малый город, заживём счастливее всех. День рабочего посёлка, так по старинке жители называют Фрянова, отметили в парке-усадьбе Лазаревых. Живописное место притягивает людей под тенистые своды вековых либ. Самое главное, что это наш посёлок, что мы его очень сильно любим, и будем, надеюсь, все вместе стараться сделать наш посёлок ещё лучше, красивее, ну и чтобы жизнь, конечно, в нашем посёлке была удобнее и комфортнее. Успехи фряновцев отметили почётными грамотами администрации городского округа Щёлково. Если вспомнить, то все праздники у нас проходят всегда в этом парке. Кто старше помнит, вот там всегда была танцевальная площадка, куда мы ходили на дискотеку, правильно я говорю? Да! Посёлок наш, я думаю, и дальше должен развиваться, развиваться благодаря всем нас. Он самый лучший! В импровизированном театре на открытом воздухе любой, кто купил билет на входе, мог пройти за кулисы, подобрать нужный образ для незабываемого фото. В конце спектакля в буфете угощали всевозможными блюдами. В основном всё это домашнее соленье, варенье, напитки, капоты, выпечка. Всё своими руками, конечно. В парке до вечера работали аттракционы и разные активности. Довольно долго здесь живу, очень горжусь этим посёлком. Вот даже выступаю сегодня. У нас всё оборудовано, всё новое и всё делают для людей. Елена Малинина живёт во Фрянове уже 40 лет. Ценит здешние места за красоту и искренность людей. За что любите родную землю? Да как не любить? За красоту, за людей добрых, за всё. Это замечательный каравай с 90-летием. Хлебосольно встречали гостей на праздновании Дня Литвинова. Местом притяжения стала площадка спортивного комплекса. Мы сегодня празднуем 90 лет Щёлковскому муниципальному району и в преддверии 90 лет Московской области. Конечно же, ветеранам сегодня хотелось бы сказать огромные слова спасибо за сохранение памяти и традиции вашей территории. Торжественно отметили успехи местных предпринимателей, работников социальной сферы. Конечно, мы любим свою малую родину и хотим, чтобы она развивалась. Она и развивается. Вы посмотрите, как изменился наш посёлок. Есть в Литвинве свои точки экономического роста. В Назимихе развивается мясоперерабатывающее производство, где трудится порядка 300 человек. В Орлове действует кинологический центр федеральной таможенной службы, равных которому нет в мире. Много людей трудилось на благо территории нашей. И сегодня очень приятно, что мы встречаем праздник отдельными достижениями, которым мы должны гордиться и гордимся. Пришли на праздник не только литвиновцы, но и жители соседнего Трубина. Отдельные приглашения получили и семьи, в которых в этом году произошло пополнение. Мы первые в этом году родились и вот нас пригласили подарок нам выдать. Отсюда никуда не хочется уезжать. Всё прекрасно, всё нравится. Посёлок Литвиново объединяет в себе несколько деревень. Вот сюда, на площадку спортивного клуба, пришли жители. Конечно, в хорошем настроении. Здесь есть и фотозона, и выставка цветов, и даже сладких вкусностей. Праздник проходит в самой хорошей душевной обстановке. Михаил Налётов, Сергей Максимов, Щёлковское телевидение.